МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости дня. О событиях к этому часу готовы рассказать корреспонденты ОРТ. И я, Ирина Шмидт. Здравствуйте. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Развиваем внутренний туризм региона. В Оренбург с рабочим визитом приехал представитель Ростуризма. Без дефицитной бюджета 2019 правительство обсудило главный финансовый документ области. Борьба за чистую воду. Глава региона проверил антирадоновые установки на востоке Оренбуржья. Ночная продажа пива под запретом. Торговые точки Оренбурга нарушают закон. Борьба с нелегальными такси. Корреспонденты ОРТ вместе с ГИБДД вышли в рейх. Разлив хлора на водозаборе. Всероссийская тренировка ведомств продолжается. В областной центр с рабочим визитом прибыл заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев. Представитель федерального агентства встретился с главой региона Юрием Бергом. Речь шла о развитии внутреннего и въездного туризма. В частности, о создании нового спелеоцентра. Святые пещеры, сосновый бор, меловые горы. В Оренбуржье десятки достопримечательностей и туристических маршрутов. Гордость региона – соляные озера. В рамках федеральной программы развития внутреннего и въездного туризма область представила проект по модернизации солилецкого курорта. Интереснейший проект, на наш взгляд. Область со своими обязательствами справилась на 100%. Все объекты введены в эксплуатацию, которые планировались в рамках новой программы. По словам Николая Королева, Оренбургская область перспективна для развития внутреннего туризма. Одним из приоритетных проектов в следующем году станет создание спелеоцентра в Солилецке. Инвестиции направят на оборудование подъемника. В планах сделать посещение отдыхающими из соляной шахты в круглосуточном режиме. В бюджете рост туризма для этого уже предусмотрены субсидии. Финансирование новых проектов начнется с 2019 года. Бездефицитный региональный бюджет. Его доходы будут равны расходам. Именно таким специалисты прогнозируют бюджет 2019 года. Его проект сегодня рассмотрел губернатор на совещании с членами правительства области. Исполнение майских указов президента, реализация приоритетных национальных проектов – главные задачи, которые стоят перед правительством. Проект бюджета сформирован на три года. В основе прогноза – социально-экономические показатели развития региона. Около 82 миллиардов рублей – предполагаемый баланс доходов и расходов в 2019 году. Больше половины из них – собственные средства. В неприкасаемом приоритете остаются заработные платы, социальные выплаты, бесперебойная работа учреждений. Муниципальные образования должны обеспечить свои бюджеты также без дефицитов. Корректировки могут внести и законотворцы. Прогноз рассмотрят в профильных комитетах. Затем за проект бюджета проголосуют депутаты законодательного собрания области. Как работает в регионе программа по очистке воды и способны ли существующие установки победить радон? Эти вопросы обсудили накануне на востоке региона. Там работал Юрий Берг. Губернатор посетил несколько объектов, в том числе и новую башню Рожновского в Адамовском районе. Проблема загрязнения пресной воды химическими элементами актуальна уже больше 10 лет. Моя коллега Алина Волохова разбиралась, как она решается. По производительности, особенно в летнее время, вообще не терпится. Антирадоновые установки в Адамовском районе. И главная цель – очистить воду от радиоактивного газа. Он опасен для здоровья человека. По оценкам специалистов, радон может спровоцировать онкологические заболевания. Первые скважины были построены на востоке региона 4 года назад. Средственно их реализацию выделили из резервного фонда Оренбургской области. Крупнейший комплекс в селе Аниховка. Как вы думаете, почему взрыв поставили? Почему? Бороться надо с радоном потихоньку. С радоном? Да. А что значит с радоном? Ну, как следствие болезни. Какой? Самый страшный? Да. Здесь же, в Адамовском районе, возвели новую башню Рожновского. Установка появилась в селе Джасай. Именно эта конструкция будет контролировать напор и расход воды. Однако местные жители опасаются за ее работу. Сейчас замерзнет вода. Вот тут. И весь вот так гора будет. Я тут 35-й год утеплен. Не переживайте. Не переживайте, все будет нормально. В Нижней Киме, в Идерлинке такие работы уже по два года. Точно такие же. Продолжилось общение с населением на откормочной площадке в Аниховке. Одной из крупнейших поголовий коров казахской белоголовой породы. В рамках визита Юрий Берг также проверил ход реализации программы «Комфортная городская среда». Это общественные пространства, а также дворы. В Адамовском районе, Новоорске и Орске. Восточная столица – один из самых масштабных объектов парк-строителей. Его реконструкция началась этим летом и будет проходить в три этапа. В первую очередь построят детскую площадку и сцену парка. Также в рамках программы отреставрируют вход и въезд на территорию. Кроме того, организуют дополнительные парковочные места. Алина Волохова, Игорь Бероев. Новости дня. Почти каждый третий водитель такси в Оренбурге работает незаконно. Такие данные привели в городской ГИБДД. Нелегальные перевозчики пренебрегают элементарными правилами безопасности. А поездка в такси становится больше похожа на опасный аттракцион. Наш корреспондент Татьяна Кирдина узнала, почему люди не хотят узаконить свой бизнес. К утру час пик уже миновал, но движение, тем не менее, на улицах Оренбурга интенсивное. Сегодня под пристальным вниманием инспекторов ГИБДД водители такси. А вернее, наличие у них всех необходимых документов, разрешающих перевозить людей. Пассажиров маленьких не перевозите? Нет. Я, в принципе, сейчас не на линии. С друзьями не на линии. На первый взгляд, все в порядке. Но, как оказывается, позже среди всего перечня документов нет одного из главных – медсправки. А это значит, перед тем, как выехать на линию, Сергей не прошел медицинский осмотр. Именно поэтому пассажир на переднем сиденье сразу превращается в хорошего знакомого, которого он просто подвозит и просто по-дружески в конце поездки возьмет с него плату за проезд. Что, сколько стоит такси? Что, сэр, наверное, он? 100 рублей. 100 рублей? Куда вы держите? Хочу, 2. А? Хочу, 2. А вызывали через приложение? Да. Без крупных штрафов сегодня точно не обойтись. Протокол в этот раз составляют не только инспекторы ГИБДД, но и налоговая служба, которая также находит нарушения со стороны водителей. Каждый таксист, который выехал просто подзаработать, автоматически становится частным предпринимателем. И та служба, которая поставляет заказы, не спешит с водителем заключать трудовой договор. Пассажирам выбирать не приходится. Вызывает такси все равно, что покупаешь кота в мешке, признаются оренбуржцы. Десятки диспетчерских служб и сотни машин переплетены настолько, что неизвестно, какой автомобиль будет подан. Да и о безопасности, например, в утренней спешке думаешь в последнюю очередь. Какая быстрее приедет? С утра очень плохо с машинками бывает. Звонишь в одну, звонишь в вторую, которая приедет быстрее, а то и еду. Ситуация с года в год меняется с трудом. Привлечь к ответственности компании такси практически невозможно. Чаще всего они зарегистрированы как диспетчерские службы, предоставляющие лишь информационные услуги. В результате водители пассажир на дороге предоставлены сами себе, и ответственность несет каждый сам за себя. Как видят решение этой проблемы в госавтоинспекции, и легко ли сегодня стать таксистом, расскажем в это воскресенье в программе «Итоги недели» в 10 часов утра. Татьяна Кирдина, Константин Воробьев. Новости дня. Мы продолжим после короткой рекламы, и вот о чем расскажем во второй части выпуска. Ночная продажа пива под запретом. Торговые точки Оренбурга нарушают закон. Разлив хлора на водозаборе. Всероссийская тренировка ведомств продолжается. Это новости дня. Мы продолжаем. Ночные продажи алкоголя вновь в поле зрения администрации Оренбурга. Специалисты посетили несколько торговых точек и узнали, где нарушают закон. Продавцы оказались не готовы к визиту. Некоторым не удалось даже подтвердить свое трудоустройство. Сам факт продажи алкоголя в запрещенное время – не единственное нарушение. В одной из точек мы увидели, что они продают обычную продукцию, которая запрещена в продаже в России и не имеет никаких акцизов. То есть, ну, все нарушения, в принципе, на лицо. Да, в одном из заведений они сделали туалеты и поставили столики, но, сами понимаете, это не кафе. Единственное наказание, которое грозит нарушителю – это штраф. Однако в Министерстве промышленности и торговли России предлагают снять запрет с продажи пива и пивных напитков в ночное время. Это коснется продукции в алюминиевой таре. Спрос на нее упал в связи с вводом санкций. Производители пенных напитков инициативу поддерживают, хотя роста продаж не ждут. Федеральная антимонопольная служба полагает, что это нововведение ущемит производителей других видов упаковки. Напомню, запрет на продажу пива в киосках и ларьках также в ночное время ввели в 2013 году. Станет теплее. В Медногорске сегодня стартуют пробные топки. Накануне тепло начали подавать в социальные учреждения областного центра. О том, насколько Оренбург оказался готов к отопительному сезону, рассказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Оренбурга Татьяна Малышева. Она стала гостем программы «Обратная связь». В Оренбурге уже подключены 211 объектов. Это 124 детских сада, 68 школ и 19 больниц. Пока это только социальные объекты. К концу недели, если все будет хорошо, мы перейдем уже в отопительный период полностью. Сейчас многоквартирные дома тепло тоже подается в тех районах, где именно есть у нас и учебные учреждения родноходицы, и детские сады. Это районы, которые с инфраструктурой, социальной, совместно. Поэтому в некоторых домах уже может появиться. Завтра у нас начнет производиться запуск северо-восточный жилой район. Традиционно на третьи сутки подается в Малую землю центральную часть восточный поселок. И я думаю, к концу недели как раз мы увидим. Мы сейчас будем проводить анализ тем домам, где есть какие-либо проблемы и так далее. Полностью вступить в отопительный сезон Оренбург сможет после распоряжения главы города. Поводом для этого станет температурный фон, чтобы батареи потеплели. Среднесуточная температура должна составить плюс 8 градусов, и такой оставаться на протяжении пяти дней. Добавлю, пробные топки проходят во всех муниципалитетах области. На сегодня гостем студии очередного выпуска программы «Обратная связь» станет министр образования Вячеслав Лабузов. Накануне Международного дня учителя разговор пойдет о том, хватает ли педагогов в образовательных учреждениях области. Также рассмотрят вопрос заработной платы учителей. Как всегда, принимаются звонки. Дозвониться в студию можно по телефону прямого эфира 43 45 07. Код Оренбурга 3532. Начало программы в 19.35. Еще из новостей среды. Диверсия с серьезными последствиями. Сегодня в рамках третьего дня тренировки подразделений региональной системы ГУЧС отрабатывалась очередная водная. По ней на территории Ивановского водозабора произошел теракт. Оказались повреждены емкости с хлором, которые используются в технологическом процессе. Объект находится в непосредственной близости от Оренбурга. От быстрой ликвидации утечки ядовитого вещества зависела безопасность десятков тысяч людей. За действиями аварийно-спасательных служб наблюдал наш корреспондент Виталий Дерябин. Не подходить. Охраняемая зона. Все водозаборы относятся к режимным объектам и охраняются соответственно. Однако, по легенде учений, диверсанты все же проникли на территорию и произвели взрыв. Хлор, который используется для очистки воды и крайне токсичен, оказался в воздухе. Потому первой в район утечки выдвигается химразведка МЧС. Задача – обнаружить очаги заражения и возможность распространения ядовитого газа. Постоянное наблюдение за температурой воздуха, направлением ветра, усилением ветра, изменением его. Докладываю начальнику о всех изменениях, куда будет двигаться облако хлора, чтобы осаждать и его как-то неэлектрализовать. Температура плюс 8, ветер северо-западной слабый. Облако хлора, по идее, городу не угрожает. Однако, оперативная ликвидация утечки и ее последствий – одна из основных задач. Но еще более приоритетная – поиск пострадавших. Эвакуация персонала была проведена, но один из работников покинуть зону заражения не успел. Не вышел человек, работающий в насосной номер 2. Оперативному звену номер 1 ставится задача провести разведку, отбить зону. Оперативному звену номер 2. При обнаружении прострадавшего – вынос пострадавшего. Спасатели «Газпром» газобезопасности в тренировке, кроме подразделения МЧС, задействованы также ведомственной аварийной группой, в защитном снаряжении выдвигаются в зону утечки. Через несколько минут докладывают – пострадавший обнаружен. Еще через 2 минуты он уже в безопасном месте. Ты чувствуешь себя нормально? Да. На, дыши. Давай теперь кислородиками ухни. А, вон. Сейчас мы тебя доставим до автомобиля. Медики скорой помощи на готове. Пострадавшего отправляют в больницу по пути, оказывая первую помощь. Тем временем ликвидация последствий условной диверсии продолжается. Взрыв не причинил серьезных повреждений емкостям с хлором. Его утечку удается быстро устранить. А тот газ, который оказался в атмосфере, осаждают при помощи водяной завесы. В дело вступают пожарные расчеты. Тренировка длится около часа. За это время условная утечка ядовитого хлора полностью ликвидирована. Ее последствия тоже. Предварительная оценка руководителей учений все прошло по плану. Оценку дают уже, соответственно, наше министерство, которое будет производить потом подведение итогов и пришлет нам анализ выполненных работ. На данном этапе я считаю, что люди справились. Виталий Дерябин, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Роспотребнадзор продолжает проверку Покровского сельскохозяйственного колледжа. Отобраны повторные пробы для лабораторных анализов. Санитарная обстановка не позволяет вести учебную работу в штатном режиме. До сих пор закрыты общежития, буфет и столовая. Напомню, 9 студентов Покровского сельскохозяйственного колледжа были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Среди них ученики 1-3 курсов. Сотрудники Роспотребнадзора провели расследование. Они взяли пробы питьевой воды, продовольственного сырья, пищевых продуктов, а также биоматериалы больных. От их результатов будет зависеть дальнейшая судьба колледжа. Уже проведена заключительная дезинфекция в учебном корпусе и общежитии. Организован медицинский осмотр и регулярное наблюдение за учениками и персоналом колледжа. Санитарный режим продлится до середины октября. Уже возбуждены административные дела в отношении руководства учебного заведения. Отдельное внимание обращаем на то, что Оренбургский аграрный колледж не имеет отношения к этому инциденту. В ряде источников допущены ошибки. Дирекция аграрного колледжа отмечает, что у них работа идет в штатном режиме. И никаких нарушений на территории учебного заведения не зафиксировано. Более полную картину дня смотрите в наших вечерних выпусках. А пока это все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова